Строительная индустрия республики развивается успешно. Сегодня перспективу этой отрасли обсуждали члены Российского Союза строителей. Провести расширенное заседание в Чебоксарах приехал и президент отраслевого объединения Владимир Яковлев. Подробности в следующем материале. Перед заседанием глава Чувашии принял Владимира Яковлева в рабочем кабинете. Президент Российского Союза строителей отметил солидные объемы по воду жилья. Только в прошлом году в республике возведено более 800 тысяч квадратных метров. Но в перспективе эти показатели должны выйти на новый уровень. Есть надежда, мы с Михаилом Васильевичем говорили, что к миллиону квадратных метров в ближайшее время все-таки придут. И не случайно первыми в этом году выездное заседание сделали у вас. Потому что вот этот потенциал, он у вас существует. И его надо использовать. О чувашских строителях знают во всей стране. Даже в сложных экономических реалиях они реализуют самые смелые архитектурные проекты. И очень рассчитывают на поддержку правительства. Важно, чтобы в будущем еще больше оказывалась поддержка строительному комплексу. В том числе развитию промышленно-строительных материалов. Все это будет направлено на то, чтобы строилось больше объектов разного характера. Социальных, промышленных и конечно жилья. Приоритетная задача строительства жилья экономического класса. Сейчас в республике реализуются более 50 проектов комплексной застройки территорий. Это гарантированные заказы на годы вперед. Это прежде всего строительство индивидуального жилья и многоквартирных жилых домов. Тем самым я хочу подчеркнуть, объем работ для строителей, для наших предпринимателей, это минимум на 10 лет. Потому что мы дополнительные земельные участки будем выделять в сельской местности. Это прежде всего земли переведены в городских округах, в пригороде. И тем самым хочу отметить для наших строителей, для наших предпринимателей, это очень хорошая перспектива. В этом году на поддержку строительной сферы из бюджета республики направят более 8,5 миллиардов. Другими словами, из казанной региона застройщикам выделяют каждый четвертый рубль. Это позволит выполнить все социальные обязательства по обеспечению жильем нуждающихся. Говорили на совещании о развитии сопутствующей индустрии. В условиях санкций необходимо развивать и производство инновационных строительных материалов. У нас более 50% всех производства строительных материалов, основных я имею в виду, это железобетон, кирпич, теплоизоляционные материалы, еще имеют старые технологии, и мы их включаем в отчетность, говоря об общем показателе. Но не говорим о качестве жилья, о качестве продукции, которую мы возводим. Чувашия в лучшем положении, чем другие регионы. Новые заводы по выпуску строительных материалов в республике открываются каждый год. Сейчас здесь производят кирпичи, габаритные панели, клинкерную плитку и даже композитную арматуру. Причем заказы на эту продукцию поступают и из других регионов. Дельные виды товаров не имеют аналогов Российской Федерации, и мы в дальнейшем планируем расширить рынок сбыта и более масштабно представлять продукцию, экспортируя уже за пределами Российской Федерации. Использование энергосберегающих передовых технологий позволяет экономить семейный бюджет. Наших граждан при уплате уже жилищно-коммунальных услуг. Действует на территории республики 8 заводов и производств по выпуску сборного железобетона с совокупной мощностью железобетона в конструкции более 500 тысяч кубических метров в год, а также 8 круглогодичных и 7 сезонных кирпичных заводов. Мощностью по выпуску в целом более 350 миллионов штук условного кирпича в год. В этом году в Чувашии откроется еще один новый завод по выпуску материалов и сборно-монолитного каркаса. Эти проекты позволят республике удержать высокие объемы строительства и водожилья. Как будет развиваться эта отрасль дальше обсудят на очередном госсовете в Москве. Предложение его членам в Российском союзе строителей подготовят по итогам заседания в Чебоксарах. Медрик Ковалев, Эндрик Шоклев, Республика.